Добрый вечер. Откуда будете? В Донбассе. В Донбассе с какого города? ЛНР, Первомайск, Россия. Первомайск. Понял. А в Нижегородской области есть Первомайск? Не знаю. Это игра провайдера. Игра провайдера, понятно. Ну давайте поспілкуемся на украинский, если вы из Донбасса, если вы наша людина. Говорите, я буду разговаривать. Я вас понимаю прекрасно, так что можете говорить. Ну так поспілкуемся на украинский. А вы что, знаете украинский язык? Ну так поспілкуемся ж. Вы знаете украинский язык? Ні, секундочку, секундочку. Не задавайте дневные вопросы. Вы знаете украинский, я задавал. Не задавайте, не перебивайте у ответ, если я с вами спілкуюсь. Значит, я вас запитую. Скажите, с какого периода вы проживаете в Первомайске на Донбассе? Я родился здесь. В каком году я родился? В 60-м. В 60-м. Скажите, ваши там предки, они разговаривали на украинском? Да, тоже отсюда. Розмовляли на украинский? Откуда? Вы не разговаривали на украинский? Нет. Чому? А зачем они будут разговаривать на украинском языке, если они были, будем так говорить, мои деды, прадеды вернее, были переселены сюда, приехали сюда в 1796-м году. Это были Екатериновские поселения при Екатерине. И начала развиваться Луганская область. Тогда были такие три Сенара. Это не сейчас нынешний. Луганск. И вот в Варварополе, где я проживаю. То они не спілкувались на украинский тоди? Никогда. Никогда. Это я учился. Понимаете, я когда учился в школе, с третьего по десятий класс я изучал украинский язык, украинскую литературу. Даже в восьмом классе сдавал экзамены. А вот вы украинского языка совершенно не знаете. Вы разговариваете на столе. Скажите, в каком, вы говорите, с 1907-го или какого-то года началось переселенение на эти территории? 1793-го года. А, 1793-го. И, например, там, например, 1914-го говорили на какой-то языке на Донбассе? На русском. На русском. Вы что-то слышали про карту дилектрологичную? 1914-го. Давайте, давайте, давайте. Самое интересное, вот это вот, двухты, это, какого года карта это? 1914-го начало. Нет, молодой человек. Давайте возьмем этот, просим. Так вы чуете про эти карты? 1904-й год была перепись, так называемой, это, это, перепись населения. Не было переписи. Не было переписи чешу. Так что, вы знаете, на той территории, на которой вы сейчас находитесь, ни одного украинца не было. Ты бачите, как интересно. Так вы знаете про эти карты? Были белорусы, были белорусы, были греки, были евреи, были немцы, были... А украинцев как-то нету. Вы питания не разумеете? Я вам ответил уже. Ну так, вы знаете про эту карту? Что это за карта? Нет, не знаю. Я не знаю, что это за карта. Какую карту вы себе выдумали. Это карта Российской империи. Нет, вы лжете. 1914-го, вот, смотрите, вот такая карта. Давайте, я сейчас набираю, я за компьютером это. Давайте, вот, вот такую она. Карта, карта... Как мне набрать? Значит, диалектологические карты. Где? Можете в одиночном числе. Диалектологическая карта. 1914 год. Ну, что там? 1914-й год, да? Да. Что там написано? Сейчас открываем, смотрим. Диалектологическая карта русского языка в Европе, 1914-й год. Файл, диалактическая карта, 1914-го года. Что вам открыть? Ну, что там? Карту саму открываете? Что там вообще пишется? Хорошо, открываю. На каком языке? Что открывать? Открывать? Я открываю это в Википедию, да? Можете в Википедию, пожалуйста. В Википедию открываем. Так. Открываем карту. Так, что вам прочитать здесь? Скажите, вот. Описание. Русская диалектологическая карта русского языка в Европе. На самом деле показаны белорусские, российские и украинские языки. Их диалекты. Но это просмотр был запрещен. Так, где что? Составлено членами Московской диалектологической комиссии, состоящей при отделении русского языка и словесности Императорской академии наук. Значит, здесь вот показаны территории, на которых говорят. Так, открываем карту. Так, да. И смотрите, на каких языках, где говорят? Подождите. Открываем карту. Так. Открываем карту. Увеличиваем ее. Тут вот так. Восточная. Тут. Владимирская губерния. Ну и при чем тут вы? Не, на каком языке говорят Донецкий, Луганский? На русском. Каком русском? На русском. Зеленым цветом что выделено? У меня тут зеленого цвета вообще нету. А у вас там нету? Понял. Нет. Вот что-то не то открыли, по-моему. На этой карте четко выделены границы зеленым цветом. Вот как раз Донецкая и Луганская область. Где говорят на украинском языке? Как раз принадлежат, будем так говорить, они всегда принадлежали войску донскому. И там всегда говорят на русском. Не психуйте. Какие вопросы? Какие вопросы? Волной человек. Вы что хотите мне доказать? Кубань, не перебивайте. Кубань, Таганрух, Луганск, Донецк. Даже вот части Курской, Воронежской, Белгородской области говорят все на украинском языке. То есть далеко там за Харьков и так дальше. Вот Грайворен, да, вот это что отбивали как раз таки РДК. Это на украинском языке все говорит на 1914 год. Также мы видим тут у нас южные области, западные и так дальше все говорит на украинском языке. Видите, как интересно получается? Вы говорите, никогда не говорили. Так это вы еще не смотрели дневник Пьянковского, который побывал в 1930 году и говорит, что там вообще никто не понимает русского языка. Там все общаются на украинском языке. Преподавание идет на украинском языке и так дальше. Что вы вретете? Зачем вы это делаете? Ну я же вас попросил загуглить, посмотреть. Вы сами убедились. Что он мне хочет рассказать? Я вам уже рассказал. Что Киев русский город, что разговаривали в Киеве на украинском языке? Он может быть русским, но никак не московицким. Вот в чем вся суть основная. А еще я вам хотел одну карту показать, тоже интересную. Это ж только 1914, а есть еще карта еще раньше. 1871 года. Карта южно-русских наречий и говоров 1871 года. И здесь тоже, представляете, территории Кубань, Бахмут, Луганск, Донецк и так дальше. Все это говорит на украинском языке, представляете? Тут даже так и написано в самом разъяснении этих терминов, знаков в карте в основе. Там пишется где-то, я видел прямо таки, что это украинский. Язык даже не малороссийский, а именно украинский. Вот, блин, меня тут чуть-чуть сложновато открыть. Но тем не менее, да, вот есть свобода украинская наречия и так дальше. Вот, собственно. То есть, вы соврали, когда сказали, что на этих территориях говорили всегда на русском? Никто на этих территориях на русском тогда не говорил. Русским начали говорить после Голодоморя, 1933-1933 годов. До этого все время, постоянно, в Таганроге, в Луганске, в Донецке, и так дальше говорили на украинском языке. Ну, вот, собственно, и все. Технологии сложные. Здрасте. Здравствуйте. Я смотрю, вы блогер? Да, я блогер. Евгений из Киева. Общаюсь по украинской истории. Понятно. Откуда вы будете сами? Сам я буду с Киева. С Киева. Понятно. Ну, давайте поговорим про украинскую историю. Давайте. Есть вопросы интересные. Интересует-то вас что? Я говорю, у вас вопросы есть интересные? Да не знаю. Может быть, в ходе диалога, может быть, и возникнут, а пока нет. Понятно. Ну, давайте с простого. Почему Российская империя запрещала украинский язык? Она не запрещала. 1863 год, Валуйский циркуляр. А, вы про это говорите? Там немножко другая подоплюка всей этой истории. Потому что в Российской империи стали появляться, скажем так, книги, напечатанные на украинском языке. И? Но они нашли из Австро-Венгрии. И, в принципе, они были достаточно антироссийские. Кстати, там еще и по дунеатству это все делалось. Так что, в принципе, вполне разумное решение. Понял. Ну, значит, никакие языки, кроме украинского, не запрещали, да? Сойдемся на этом. Шевченко же публиковался на украинском языке даже при Николае Первом. Он умер 1861. Ну, да. А Николай Первый в каком году умер? Через два года только запрет вышел после смерти Шевченко. То есть он писал тогда, когда его еще не запретили. Полноценно. Ну, это при Александре Втором, но, в принципе, тогда уже... Я понял. Слушайте, а вы слышали как-то про такую работу, как об отмене стеснений малорусского печатного слова? Значит, это ваши академики, такие как Шахмату, сделали комиссию по расследованию. Ну, и была ли угроза вообще? И нужно было ли запрещать этот язык? Вот, значит, академики были Фаминицына, Заленского, Фортунатова, Шахматова, Лапова, Данилевского, Ольденбург. Так, вот. И здесь пишется, что Императорская Академия Наук, ознакомившись с докладом комиссии, не может не признать, что цензурные стеснения малорусского печатного слова, начинавшиеся притом только с 1863 года, не были вызваны какими-то не было угрожающими единству России стремлениями малорусского народа или его интеллигенции. Значит, равным образом ничто не указывало на существование таких стремлений и теперь. То есть, они приводят с первой страницы, пишут про то, что, в принципе, никаких причин для запрета украинского языка не было. Не было. Так, они же ответили, что вы сказали, что там какая-то угрожающая литература на украинском языке. Я говорю, вот они пришли к выводу еще в 19-м том же веке, что не было никаких причин запрещать украинский язык. Так, потом этот запрет отменили? Нет, потом в 1876 году. Его еще, Эмский указ, еще больше, короче, добавили к нему. Потом же отменили? Потом же отменили? Куда отменили? Да еще, по-моему, даже при Александре III отменили. Тут вопрос в том, зачем вообще его запрещали, в принципе? Почему никакой другой язык в Российской империи не запрещали? Я же вам сказал, что из Австро-Венгрии пошел поток униадской литературы на украинском языке, И что? Ну, во-первых, униадство тогда в России не приветствовалось, потому что они католики. Вернее, они греко-католики. Так при чем здесь, зачем запрещать украинский язык? Ну, такова была логика жизни. Логика жизни. Смотрите, на странице 7 они пишут, значит, 1863 года Валуев возражает против его заступничества за права малорусского языка тем, что будто бы такого языка и нет, а называют малоруссийским тот же русский язык, лишь испорченный польским, и что замыслы малорусов не только совпадают с намерениями поляков, ну и чуть ли их там не превосходят, да? Это что сам Валуев пишет? Ну, вот эти академики говорят, нет, это полная дичь. И он, секундочку, и он, и он, значит, вот дальше мы читаем, его сообщения были приняты к сведению, и в 1876 году в Петербурге собралась комиссия из министров внутренних дел и народного посвящения оберпрокурора Святого Синода, шефа жандармов и Юзефовича, в этой комиссии было решено наложить следующее ограничение на малорусскую письменность. Воз малорусских каких бы то ни было книг и брошюр из-за границы вопритить, печатание и издание малорусских произведений и перевод в империи воз спретить, кроме исторических документов и произведений изящной словесности. То есть это только в 1876 году запретили ввоз, а до этого, в 1863, еще ввоз не запрещали, просто запрещали печатать на этом слове в самой же Российской империи, понимаете? То есть это не объясняется вашей логикой никак. Когда имский указ отменил? Что? Когда имский указ отменили? Так тут я задал вам изначально вопрос, зачем запрещали только украинский язык? Тут не вопрос в том, когда его отменили, а вопрос в том, зачем его вообще в принципе выдали. Допустим, тоже литеранство вполне действовало. В православии, естественно, ислам действовал, иудаизм действовал в Российской империи, а греко-католиков у нас не любили. Понятно. То есть в 1863 году, потому что вы не любили католиков, вы запретили печатать любые произведения на украинском языке, и вследствие этого в этой же комиссии пишется, что люди с Российской империи, украинцы, начали переезжать в Австро-Венгрию, в Австро-Венгрию, чтобы там наконец-то получать вот эти знания на украинском языке, потому что там все было дозволено, значит, печатать свои работы, не перебивайте, печатать свои работы, значит, вот, и, ну, короче, это спровоцировало еще хуже, еще хуже эффект. То есть до этого никаких запретов там ВОЗа, ВОЗа из Австро-Венгерской империи не было. В принципе, то есть это только с 1876. Значит, ваши доводы по поводу того, что это просто какое-то там унианство, так далее, не любили еще что-то, а почему не любили, тоже вопрос, почему только украинский язык запрещали, почему только вот это унианство не любили, и так дальше. Вот эти вопросы, вы можете на них четко дать ответ, четко? Комиссия это опровергла, то, что вы сказали. Вы можете что-то адекватное дать? Балабок, а ты мне звук выключил? Нет. Вы что? Как я могу? Почему ты задаешь вопросы, а на них ответы не хочешь слушать? Так я же вам сказал, что ваши ответы не сходятся, не сходятся с реальностью. И опять, я сейчас услышал твою тираду, бестолковую, абсолютно. Это, это, это академики ваши российские, академики российские, кто это пишут, а не я говорю. Я же цитирую. Я тебе пытаюсь объяснить, эй, я тебе пытаюсь объяснить, что-то рассказать. Ты задаешь вопрос, и тут же начинаешь врубаться. Давай так, либо ты задал вопрос, и меня слушаешь, пока мне не надоест. Потом я тебя послушаю, чтобы все по-честному было. Ну, правильно. Я же вам сказал, что почему запрещали, спросил, почему украинский язык запрещали. Вот тогда ты сделаешь себе контент. Если это самое, будешь балаболить, я просто переключусь под удаши. Ну, пожалуйста. Так почему же запрещали? Почему запрещали? Я начинаю много раздражать, я на этот вопрос уже ответил. Так он не соответствует действительности. Во-первых, в 1863 году, вы не перебивайте, если я вам, если я вам, вы же сами нарушаете свои же. Свои же. Вот, блин, не успел. Блин. Так вот, по поводу, ой, куда ты слетел? Так вот, по поводу того, что он там, типа, завозил и так дальше. Вот пишется. Опасения московского публициста сбились. Уже в том же 1863 году Каткову приходится отметить, что в последнее время, благодаря усилиям наших украинофилов и настойчивым требованиям поляков, львовское газетное слово начало отдаляться от общепринятого русского языка в сторону малорусского. В 1867 году украинцы вместе с галецкими патриотами основывают львовский журнал «Правда». В 1868 году образовывают во Львове товарищество «Просвита». В 1873 году возникает во Львове наследство, доставленное из России общество имени Шевченко. Все это свидетельствует о значении и силе украинского движения только после 1863 года можно признать за ним и силу значения. То есть, они своим указом, запрещением, они наоборот спровоцировали то, что запретили людям говорить на своем языке и спровоцировали то, что все начали выезжать просто в Австралии, и печатать там свои работы, потому что нельзя было здесь делать. Вот просто «Да, там что-то там завозить нельзя было, там поляки, там еще что-то». А нормально, ничего нет ответа, хотя их комиссия постановила, что, в принципе, это было абсолютно тупое решение. То есть, они буквально пишут, что это было самое глупое решение из всех, потому что впоследствии оно даже и спровоцировало то, что украинцы начали действительно думать за какую-то автономию, за какую-то, за какую-то даже независимость, так дальше. Вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Сподобалось відео? Тоді не забывай подписаться на мій YouTube, Telegram, Instagram, а також за можливості підтримати мене на Patreon чи за реквізитами, що знаходяться в описі під відео. Дякую. Слава Україні!